В этот день, 4 сентября 1700 года, государь Петр I учредил приказ рудокопных дел, положивший начало регулярному поиску полезных ископаемых. 4 сентября 1742 года шведская армия капитулировала близ Гельсинфорса, нынешней Хельсинки. 4 сентября 1821 года государь Александр I объявил зоной влияния России часть Америки от Аляски до Орегона и закрыл воды Аляски для иностранных кораблей. В этот день 1943 года состоялась историческая встреча между Иосифом Сталиным и иерархами Православной Церкви. 4 сентября 1944 года во Второй мировой войне капитулировала Финляндия. Сто лет Великое княжество Финляндское было в составе России. И это было вполне мирное и удачное сосуществование. Но 1917 год положил конец дружбе. Финны отстояли независимость, и с этого момента о добрососедских отношениях говорить не приходилось. За несколько десятилетий произошло фактически три советско-финских войны. А после зимней кампании 1939-1940 годов не могло быть и речи о том, что Финляндия останется в стороне от мировой войны. Карл Густав Маннергейм был ключевой фигурой, определявшей российско-финляндские отношения несколько десятилетий. Убежденный монархист, генерал от кавалерии в русской императорской армии, обладатель золотого георгиевского оружия. И вот в августе 1940 года этот человек назвал «лучом света» письмо от руководства нацистской Германии, в котором предлагалось обсудить союзнические перспективы. К сентябрю финская армия уже числилась в плане «Барбаросса», как ударная сила на северном направлении. Целями участия Финляндии в войне на стороне Германии декларировалось восстановление прежних границ, утраченных в результате войны 1939-1940 годов. На деле оказалось все совсем иначе. Так северную часть кольца ленинградского окружения держали именно финны. В немецко-финских документах западная часть Онежского озера именовалась пресловутым штампом «жизненное пространство Финляндии». Летом 1942 года Маннергейман дал приказ особенно обратить внимание на наступательные действия против коммуникации противника, проходящих в южной части Ладожского озера. Транспорт с продовольствием для голодающего города начал тонуть из-за финских обстрелов. Но вот с фронтов пришли печальные для немцев новости из Сталинграда и с Курской дуги. Забеспокоились и их друзья. И уже тогда командование вермахта подготовило план отступления в Норвегию из Финляндии в случае выхода последней из войны. Первые разговоры о капитуляции финнов начались при посредничестве шведского министра иностранных дел Бохимана. Осенью 1943 года Маннергейм и тогдашний президент Рюйти были готовы прибыть в Москву для обсуждения условий мира. Ключевым условием с их стороны был возврат к границам 1939 года, что было неприемлемо для Сталина. Попытки заключить мир принимались не американским правительством, но к успеху не привели. С каждым следующим месяцем становилось все яснее, что условия диктовать будет Сталин. Удивительно, но требования выдвигались весьма лояльно. 1 декабря 1943 года они были предварительно сформулированы в Тагеране. Возврат к договору 1940 года, компенсация натурой только половины ущерба, аренда ханка или пицамо для нужд советской армии. При этом финнам гарантировалась независимость. Переговоры через шведского министра активизировались в феврале 1944 года. Финнам беспокоило дальнейшую судьбу отношений с Германией, хотя уже понятно, что поражение – вопрос недолгого времени. Камнем преткновения оставалась территория. Юха Пайси Киви подчеркивал. Это постоянный вопрос для Финляндии, в то время как вопрос о немецких войсках – вопрос приходящий. 4 августа 1944 года президент Рюти подал в отставку, его место занял Маннергейм. 17 августа на встрече с немецким коллегом Кейтелем он заявил, что договоренности Германии с предыдущим президентом парламентом не одобрены, поэтому силы не имеют. А финский народ устал от войны. Ровно через месяц после избрания президентом Маннергейма СССР и Финляндия заключили перемирие. Хотя договор не предусматривал прямо введение боевых действий против Германии, но требовал разоружить немецкие войска на территории Финляндии, передать немецких военнопленных СССР. И это было равносильно войне. Так за две недели финны из союзников превратились во врагов Германии. Боевые действия против немецких войск велись именно до самых последних чисел апреля 1945 года. КОНЕЦ